Почему не оружие? Привысили скорую двигатель. В населенном пункте двигайтесь, а скорую 4 километров. Какой русский не любит быстрой езды? Эта поговорка известна каждому. Русский человек любит прокатиться с ветерком. Для него не важны правила и ограничения. Если он хочет, то его уже не остановить. Последние десятилетия известная поговорка звучит с особым цинизмом. Ежегодно на дорогах страны гибнут десятки тысяч человек. Масштаб трагедии трудно оценить. Покалеченные люди, разбитые судьбы. Из-за дорожных жертв страна теряет свой генофонд. Наносится тяжелейший удар по экономике. В соответствии с анализом аварийности на федеральной дороге Москва-Санкт-Петербург в управлении ГИБДД принято решение о проведении с 16 по 26 августа контроль по физическому мероприятию скорость. В первую очередь это будет проводиться на федеральной дороге Москва-Санкт-Петербург, федеральной дороге М9 Балтия, а также на ряде региональных дорог. В первый же день плановых мероприятий к административной ответственности привлечено несколько десятков местных шумахеров. Водители не стесняются сотрудников ГИБДД. с ветерком проносясь мимо служебной машины. Дополнительные трудности создает несовершенство техники. В плотном потоке автомобиля радару практически не удается выловить нарушителя. Однако, когда движение становится не таким насыщенным, инспектор тут же останавливает горе водителя. Слов оправдания мужчина так и не нашел. Или не хотел. Планка выписываемых штрафов невелика. Люди со средним достатком вполне могут позволить себе превысить скорость на пару десятков километров. Сумма, которую придется заплатить нарушителю, больше символическая, и нужное действие она вряд ли возымеет. В 300 рублей можно уложиться, если допустимый скоростной режим не превышен более чем на 40 километров. Правда, после этих цифр растет опасность, и финансовая планка резко подскакивает. За передвижение со скоростью 101 километров в час по населенному пункту придется заплатить минимум 1000. При этом не так страшен штраф, как его неоплата. Если водитель вовремя не внесет в казну положенную сумму, его ожидают и более серьезные санкции. Автомобиль могут отправить на штрафстоянку, а нарушителя задержать на 15 суток. В среднем за день проведения такого мероприятия только на автодороге М10 Россия появляется до 300 таких нарушений. Правил дорожного движения, это не считая тех нарушений, которые выявляются с помощью автоматической системы фото-видеофиксации. Цель оперативно-профилактического мероприятия скорость не столько наказать водителей, сколько предупредить. В качестве наглядного пособия задержанным нарушителем вручался диск кинофильмом. Как уверяют сотрудники ГИБДД, после просмотра этого шедевра желание гонять отпадает у самых отъявленных лихачей. Альберт Байков, Виталий Осипов, РЕН-ТВ-Пилот.